Почти две сотни саблистов со всей Сибири своих воспитанников на Алтай делегировали в фехтовальные центры Омска, Новосибирска, Кемерово, в краевой столице накануне. Подвели итоги ежегодного всероссийского турнира по фехтованию памяти Владимира Лютова. 12-14 лет возраст, в котором медали больших всероссийских турниров становятся ближе. Уровень мастерства, если так уже можно выразиться, вырастает настолько, что на подобные старты мальчишки и девчонки едут не только на других посмотреть, но и себя показать. Мы даже не знаем, кто из них лидеры, но есть единички, которые сейчас ребята приехали у нас с города Казани, там Дмитрий Ферослав занял третье место, тоже всероссийский турнир был весенний копель. Я стараюсь максимально не торопиться, особенно в таких важных соревнованиях, как всероссийские соревнования, весенний копель. Ну и сегодня я тоже не буду торопиться. Надо все анализировать до боя. Ярослав уже опытный боец. Ему есть чем поделиться с друзьями. В столице Татарстана он просто обязан был завоевать медаль. И он ее завоевал. Вот только медаль эта запросто могла оказаться повыше номиналом. Из-за чего я проиграл и где я споткнулся? Я проиграл из-за своей цикличности. То есть я как-то боялся, что сделаю не тот прием и все проиграю. Вот. И поэтому постоянно делал шаг-выпад и так пять раз получил и все. Проиграл. 12-10. Уровень подготовки участников самый разный среди тех, для кого эти старты едва ли не первые серьезные соревнования в спортивной карьере. Немало саблистов, уже имеющих медали, завоеванные на всероссийских соревнованиях. В целом же для алтайских фехтовальщиков турнир памяти Владимира Лютова как одна из ступенек в подготовке к первенству страны. И подобных ступенек в календаре чуть больше десятка. В соревнованиях, в соревнованиях смотрим, ребятишки уже как-то становятся и сообразительные, и уже пропадает страх этих турниров. Бывает, первый раз приходят на турнир, трясутся, боятся. А сейчас нет, они уже приходят как на это все. Поэтому чем больше турниров, тем они становятся, набираются опыта детских турниров. Первые их соревнования на выезде, конечно, это все волнительно. Сегодня мне родители рассказывали, что спали дети по три часа, переживали очень сильно. Можно ли научиться держать себя в руках или вовсе не волноваться? Вопрос сложный. С одной стороны, все зависит, скажем так, от тонкости душевной организации, с другой, во всем нужна тренировка. Научиться можно, но ненадолго. Для этого надо систематически ездить на соревнования, и какое-то это волнение уйдет просто на второй план. А в любом случае спортсмен, ну я думаю, наверное, обязан где-то переживать и готовиться. Для наших детей, особенно для тех, кто ходит не такое продолжительное время, они могут первый раз попробовать свои силы именно со спортсменами других регионов. Потому что для них это как будто поехать в другую страну, увидеть других детей из других городов. Они привыкли вариться в своей каше варнаульской, а тут приезжают другие дети, и они совсем уже по-другому себя начинают вести. Мотивация – вот что имеет значение. И правильный психологический настрой, конечно же. Возраст при этом значения не имеет. Надо много тренироваться и иметь желание победить и любить этот спорт. Анна Смирнова накануне вернулась с тренировочных сборов. Проходили они на озере Круглое. Параллельно успела сверкнуть клинком на турнире сильнейших. Вот только сразу оговорюсь, совсем не об этом она мечтала. Турниры, подобные этому, для Ани давно остались в прошлом. Ей теперь не иначе, как этапы Кубка Планеты подавай. Но вот беда. Планета – это русских спортсменов с недавних пор на международных соревнованиях видеть не желает. Хотелось выступить на Европе Ю-23 по молодежи. Универсиада, чемпионат мира, чемпионат Европы. Это, конечно, хотелось бы, но в общем много было планов. Обидно, когда ты много работаешь, к чему-то стремишься. Все-таки хочется добиться того, что ты себе поставил. Но я думаю, что не стоит унывать. Все-таки мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я буду продолжать. Перечислять победителей не буду. На этом этапе не так важны медали, как открывающаяся перспектива попадания на первенство страны, из-за медали которого сильнейшие юные саблисты со всей России сразятся осенью. Продолжение следует...